Приветствую, дорогие друзья-подписчики и не-подписчики. Приглашаю в свой блог на сайте Динамо Киев от Шурика и канал в Ютубе. Сегодня, а у нас ещё в Филадельфии, 31 декабря, по Нью-Йоркскому времени 19.09, и секунды щёлкают. В своём блоге на сайте «Напоминаю Динамо Киева от Шурика» я опубликовал материал и назвал его «Позитив в канун 2021-го». Дорогие коллеги-форумчане, написал я, с наступающим Бог даст счастливым для всех нас по обе стороны океана Новым Годом. Кто не читал, рекомендую и от всей души приглашаю добро пожаловать. Это под рубрикой «По волнам нашей памяти». И я написал, что искренне благодарен многим из вас за комментарии и письма в личку, без лишнего пафоса или, как говорят, в Одессе без понтов. И признался в том, что порой коллеги-форумчане озвучивали то, о чём я молчал. И привёл пример телевизионного сюжета «Киев. Дворец спорта. 27 июня 1989 года». Фрагмент бенефиса Олега Блохинабли, стательного футболиста, приветствует гостей из Грузии, супруги Софико Чиаурели и Кате Махарадзе. Царствие им небесное, дорогим моим друзьям и единомышленникам. На сцене Киевского дворца спорта они с болью говорили о кровавых событиях в их родном Тбилиси, о чём в ту пору молчали советские средства массовой информации. Помню, как настойчиво пробивались многие сотрудники спортивного отдела тогдашнего центрального телевидения в комментаторы прощального матча Олега Блохина, который состоялся в Киеве 28 июня 1989 года, сборная СССР против сборной мира. Они, как говорится, обрывали мой телефон, но мы с Олегом Блохиным решили, что комментировать должен, как думаю, вы можете убедиться, если посмотрите первый телевизионный сюжет. Человек подлинно свободный, на мой взгляд, мастер репортажа Кате Махарадзе, а я благодарен коллегии, другу Кате за то, что в финале прощального матча он пригласил меня в прямой эфир. И это было откровение, которое очень не понравилось многим тогдашним цыковским чиновникам, без указаний которых мы спокойно обошлись. Впрочем, вы можете зайти в мой блог на сайте «Напоминаю Динам Киев» от Шурика и посмотреть и первый, и второй телевизионные сюжеты. Закончил свою публикацию державную мовую. Дуже хотелось чем-то конкретным внести свою лепту в рік 45-ти реча тріумфу «Динамо» 1975. И я щиро вдячный роману Котляру, молодому украинскому письменнику. В этом году в этом году выполнился 43 лет ему, дай ему, Боже, до 120-ти. Давнему и верному вболевальнику киевского «Динамо» сам и он запропонувал переведите мою первую книжку державною мовою. И сам охоче и на мой взгляд грамотно переведите ее на украинскую мову. Наш, як ныне модно говорити, проект підтримали в житомирському выдавництві ОО «Явинок» и прислали з Житомира фотографии перших сигнальных примирників. Так что, друзья, от души приглашаю в свой блог и познакомьтесь с публикацией «Позитив» в канун 2021-го. Добро пожаловать в мой блог на сайте, напоминаю, «Динамо Киев» от Шурика. Почитайте, посмотрите видео, вспомните. И Бог даст, эти минуты будут для вас позитивными. Так что от души приглашаю. Заходите и подписывайтесь на мой блог. На сайте, напоминаю, «Динамо Киев» от Шурика. Становитесь подписчиками моего канала в Ютубе. Будьте все здоровы, благополучны. Оставайтесь, несмотря ни на что, оптимистами в новом. Бог даст счастливым для всех нас по обе стороны океана 2021-м году. Дорогие друзья, я по традиции не прошу никаких лайков. Это на ваше усмотрение. Но, повторяю то, что говорю обычно, буду признателен каждому из вас, кто будет оставлять свои комментарии. Искренне ваш, Дэви Аркадьев из Филадельфии. У нас еще 31 декабря. А вот в родной навсегда Украине Новый год уже встретили и дали мне об этом знать. И это я получил в первые 25 минут по киевскому времени нового 2021 года. А вот и просье. Прият Ada. Пока. vielえ. Продолжение следует...